Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dungeon Boss или Боссы Подземелий, как хотите так называйте. Ну что ребятушки, Талия нас сейчас не интересует, она мне предлагает вернуть мой старый аккаунт, но я думаю, что мне это сейчас ни к чему. Давайте начинать с вами новую игру, заодно вы посмотрите и я вспомню, что она из себя представляет. Так что поехали. Так, и у нас я смотрю, кто это такой-то, не пойму я-то кто, но какой-то боец, я так понимаю, да? Тьфу, скелетик, да ты вата оказался, победа. Ну ребят, это наверное как обучение у нас, поэтому все здесь легко и просто. Так, ага. Ух ты, круговой удар, а ну-ка. Ё-моё. Это прям какой-то барбариан у нас. Викинг, что такое? Ага, битва с боссом. Что за босяра здесь у нас? Ё-моё, скелет, смотри-ка. А ну-ка давай-ка попробуем его накумарить. Угу, во всех подземельях находятся боссы, мне сказали. Ну что же, не повезло тогда получается этим боссом. Хе-хе. Так, ты посмотри-ка, он ворует у меня жизнь. Этот скелет. Еще причем критует. Ой-ёй-ёй-ёй, упал, упал. Как он плавно упал. Такой, знаешь, как в матрице с замедлением. Ну что же, ребята. Мы убили этого босса и получили сундук. С сундука нам выпали деньги и какие-то кристаллы. Видимо, все это для чего-то нам в дальнейшем понадобится. Эта игра у нас древна как мир, но тем не менее, ребята, как я посмотрю, на нее периодически выходят обновления. И если я не ошибаюсь, то у нее появилась даже какая-то вторая ветка ответвления. Так, ага, это у нас рогар. Понятно. Что такое? Ага, можно эликсирочку добавить. Повысили уровень себе. Ну что же, хорошо. Да, мой рогар готов. Так, переходите в компанию, мне говорят. Я это делаю с большим удовольствием. И... Так, я опять один. Мне никого не дали. Ребята, здесь будет три волны. Я так понимаю, вначале идут обычные мобы. И в конце уже нас будет встречать босс. Так, гоблин свое получил. Победа. Ну, естественно, победа. Они же ватны. Так, синий гоблин. Что такое? Так, ладно. Давай. Звезда нем... Да, смотрите, он покрепче будет. А он еще и лукарь при этом. Ну, зря ты, конечно, зря, братишка. Ты смотри-ка, атакует меня, гаденыш. Все. Шлеплю мы его. И вот у нас третья волна. Это у нас босс. Кто здесь будет? Ага, большой орк. Ух ты, и лучник еще. Оу, давайте-ка вертушку сделаем, ребят. И я думаю, это будет как раз кстати, потому что... Да, вертушка у нас поражает всех. Ну что же, почти пол хп я у них отнял. Думаю, добить будет не проблема для меня. Давайте вот этого добьем. Хе-хе-хе. Бэнк. Так плавно упал. Ну и лучника теперь. Ага, лучник у нас покрепче будет. Все равно разберу, как ни крути. Никуда он не денется от моего молота. Это типа тура у нас. Хе-хе. Все, ребят. Очередная победа. Сундук. И здесь опять же деньги и кристаллы нам выпадают. Так, опыт. Эй, уровень не получили. Возвращаемся на базу к себе. Так, у нас тут что-то про портал, ребята. А-а-а. Мы можем призвать героя. Бесплатно. И кто нам достанется? Оу. Я так понимаю, это эльфийка, да? Эльфийка-лучница. Как раз мне нужен лукарь. Ну, и что теперь? Так, она второго уровня. У нее новые обилки. Вы можете их проапгрейдить. Ну, давайте апгрейдим. 500 золотых. Да, недешево, конечно, это все стоит. Отправляйтесь в подземелье. Ну, неужели мы теперь будем здесь вдвоем? Это хорошо. Ёлки-палк, как она бежит-то, а? Быстрее моего Тора. Фу, скелетик второго уровня. Разберем и не поморщимся, ребята. Я же говорил вам. Фу-фу-фу. Как мне черепашки прям прыгают. Так, а здесь кто? Два скелетика второго уровня. Слушайте, у лучицы довольно неплохой дамаг. Я смотрю, она убивает сразу же. Что такое? Нас поджидает дракон? Так, босс. Здесь что ли будет дракон? Да, ребята, по всей видимости, так оно и есть. Хе-хе-хе. Ну что же, давайте. Балаур. Угу. Я думаю, что разберем его без проблем. Наверное, будем его суперударами колбасить, ребят. Давайте-ка с вертушки вначале начнем. А потом, наверное, с суперснайперским выстрелом нашей эльфийки. Эй-эй-эй-эй, хорош. Он что, поджигает, нет? Нет, вроде бы. Так, давайте снайперский выстрел применим. 330 урона. Кстати, у нас, ребята, у каждого бойца есть определенная стихия. Как вы видели, у эльфийки листики. То есть она наносит урон природой. Да. А рогар у нас огнем. Все, я понял. Это, наверное, неспроста, ребята, сделано. Для того, что у каждого монстра есть свои характеристики. Кто-то слаб к природе, к молниям, к ветру. В общем, для каждого надо будет свою пати составлять. О-о-о! Дракон-то оказался варным. Я-то там думал, что это будет супербосс. Но, видите, ничего подобного. Но, тем не менее, мы его победили. Что у нас в сундуке? Опять же, деньги и кристаллы. Хорошо. В общем, я так понимаю, героев мы можем с вами призывать через портал. Но, видимо, или за деньги, или за кристаллы. С этим мы с вами разберемся чуть-чуть попозже. Так, квест. А, новый квест у нас. Ну-ка, давай посмотрим. Так, ну это я выполнил. И забираем ревард. Ага. Так. Опять отправляйтесь в подземелье. Опа. Что-то новенькое, ребята. Ага. Нужно пройти на три звезды. Вот нам показывают, что у нас тут будет. И показывают дроп, который мы можем там найти. Так, ну что же. Вперед из песни. Что я могу еще сказать по этому поводу? И я думаю, что мы разберем. Кстати, графика, вы заметили, да? Полностью кубическая. Сделана из таких... Да, она даже не пиксельная, а именно вот кубическая такая. Угловатая. Но, тем не менее, придает это определенный шарм. Но также не могу не отметить того, что, ребята, старые игры намного популярнее сейчас, чем вот эти вот новинки, которые в данный момент у нас выходят. Наверное, потому что в старых играх есть что-то такое притягательное. В новых, да, я не спорю, хорошая графика. Но вот нету, как бы вам сказать, какой-то логики, задумки, интереса. А в старых все намного лучше. Это, знаете, как сыграть в раритетную игру на консоли. И убедиться в том, что все-таки, как было раньше, хорошо. Просто легко и понятно. И в то же время затягивало. А в новых намудрят что-то. Ничего не понятно. Все очень сложно. Ну, в общем, надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Так, давайте последнюю летающую мышку убьем. Оу, какой-то деревянный сундук. Опа-на, это что такое у нас, ребята? Какие-то молоточки стали выпадать. И у нас здесь босс. Что за босяра? Чомпи. Ага, гигантская летающая мышь. Ну что ж, давайте ее подобьем. Так, снайперским выстрелом сейчас попробуем. Ух ты, пол хпшки я отнял. Неплохо. Смотрите, она что-то там... Я уже думал, она встать не сможет. Тихо, тихо, тихо. Не надо буянить. Ох ты, вот это она кусанула. Ну давай. Давай, Тор, бомби. Та-та-ты. Черт, не добил. Ладно, я надеюсь, сейчас лучница сделает свое дело. Ты, главное, там не падай. Все, нормально, ребята, у нас получилось. Заколбасили мы этого демона. Отлично. И у нас опять сундук. Что в нем? Ох ты. Так, ребят, какие-то выпали карточки. Не знаю, опять же, для чего. Все в дальнейшем мы с вами узнаем. Видите, 10 карточек. Ха-ха. И пробирка маны, которая нам дает повышение уровня. Так, забираем. Ага, второй уровень. Так, ну, как я понимаю, здесь у нас еще энергия есть. Так, и смотрите-ка, мы с вами получаем еще какого-то монстрика. Так, 49 из 22 энергии у нас. Так, что здесь такое? А, дневной ревард. Опа-на. Погодите, мне кто-то достался или мне показалось? Да, ребята, смотрите-ка. Shadow Blade. Ммм, ночной клинок. Это, видимо... Ребята, это рога. Это у нас рога. И... Ммм, интересно, взять его на пробу или не стоит пока? Я так понимаю, что он, наверное, должен дамажить нехило. Так, еще тут у нас ревард. Слушайте, мы растем как на дрожжах. Четвертый уровень уже получили. Я так понимаю, это общий уровень у нас. Так, что такое? Shadow Blade. Это у нас... Нет, это у нас донат какой-то. Мы этим заниматься не будем. Ребят, давайте пойдемте на компанию. И у нас здесь прудено на три звезды. Вот у нас следующая миссия. Оу, тут у нас уже какие-то волки, видимо, будут. Так, я не знаю. Можно, в принципе... А как взять? Ага, вот как. Он, правда, у нас первого уровня. Но, тем не менее. Так, у нас, значит, Тор. Это огонь. А рога у нас почему-то теневик. Ну, по крайней мере, так было у него по скиллам. Давайте посмотрим, что он из себя вообще представляет. Тор уже третьего уровня у меня. Нифига, он растет. Так, давайте попробуем. Что это такое? Опа! Нехило, ребята. Инвейдинг сделал. То есть, он зашел в инвиз и сзади врага кританул. Причем довольно нехило. Так. Слушайте, ну он, наверное, даже Тору даст фору. Хотя, тот у нас третьего уровня. Блин, а что же вот это за молоточки такие нам дают? Такое ощущение, что мы что-то можем с вами построить на своей базе потом со временем. И для этого нам нужны будут молотки вот эти. Так. Мышка летающая. Ты зря, зря ты это начала. Вау. Отлично. Опять басяра у нас. Кто на этот разочек? Оу, гигантский волк. Весь покоцанный в шрамах. Хе-хе. Ну давайте его... Ой. Что-то как-то слабенько мы его ударили, ребят. Мне это не нравится. Давай, Тор, крутонись. Тоже как-то не ахти. Хм. Ну, главное нам выжить в этой битве. Остальное ерунда все. Так. Ага. Он, кстати, бьет нас силой природы. Эй, сгорел гаденыш на работе. Пум. Упал и дал нам чисто деньги. Ну, сундук. Что у нас тут? Опачки. Это что такое? Подождите, я не понял. У нас же есть уже лучница. Или нам дали дополнительную карту на нее? А, все, ребята. Я, кажется, понял. Чтобы повышать героя, или, видимо, ему что-то прокачивать, нам нужны будут коллекционные карточки. Ну, по крайней мере, это я уже так догадываюсь. А там уже в дальнейшем посмотрим, что к чему. Так, портал. В портале у нас... Ммм. Так, тут у нас VIP. Я еще никакой не VIP. Так, это нам не нужно. Ага, здесь мы забираем ревард. Да, ребята. Токенсов. Семь у нас токенсов из двадцати. Это у нас на лучницу. Когда у нас будет двадцать карточек, видимо, что-то произойдет. Так, даджин босс. Ну, это нам, в принципе, не нужно сообщение. На Ямайл нам пришло. Вот у нас три персонажа ходят по городу. Не так уж и много, конечно. Но это же только начало, ребята. Видите, за каждый бой мы тратим с вами пять энергии. Так, давайте мы опять лучницу поставим. Попробуем. А это у нас, я так понимаю, ребята, пробирки, которые мы можем брать на бой к себе. Так. Я вот не знаю. Давайте, наверное, все-таки лучницу будем ее добивать. Тем более у нее скоро, возможно, мы наберем двадцать карточек. И что-то с ней произойдет, какая-то трансформация. Кто здесь у нас? Циклов. Грибок такой няшка. Смотрите, оп. Погиб. Ох ты, ты что тут делаешь? Смотри, вылетел он мне здесь, блин. Боевик. На-ка, выкуси. Да ты... Нет, смотрите-ка, один разбьет. Мне что-то показалось, что он два раза бьет. А это, наверное, был у него суперудар такой. Так, смотрите, мы бегаем с вами по подземелью. Картины там каких-то скелетов висят. Довольно прикольно. Ох ты, смотрите, горгуля, а за ней что-то спрятано. Вон там каменная статуя. Опа-на, какие-то карточки опять. Не знаю для чего. Еще пока нам не показывали. Но знаю то, что мы пришли с вами к боссу. Кто здесь будет? Ну? Ух ты. Ооо, какой грозный-то, е-мое. Боец, видимо, да? Это у нас тролль это или орк? Я не знаю. Наверное, тролль, скорее всего, это. Так, вот у нас, ребята, с вами эти подхилы и даже рессалка есть. Ребят, если у нас герой погиб, мы можем его воскресить. Ну что ж, довольно недурно. Так, давай-ка снайперским выстрелом попробуем его сразу снести. Ох ты, он аж бедный потерялся. На жопу сел. Так, а что такое мне показывает? Ну-ка. Вертушка. Ты посмотри, блин, Тор, ты как-то уже слабоват. Видимо, ты у меня первоначальный боец, такой слабенький. Так, давайте подхилимся. Неплохо. Блин, а что, у меня всего по одной пробирочке? Жаль. Так, что ты тут делаешь? Что ты? Ох ты, ох ты. Ага, двойную атаку он сделал, ребята. Ну, как видите, у меня лучница кританула, и он упал. Слушайте, и довольно неплохо у нас денег с вами прибавилось. Ох ты, смотрите-ка, что-то новенькое. Какая-то, я так понимаю, что это, наверное, маг. Потому что с посока был. Вот, но, видимо, карточек пока не хватает. А, да тем более только одна из десяти карточек нам выпала. Да, не скоро я смогу открыть себе эту магичку. Но если я открою, я думаю, что это будет того стоить. Что у нас тут вообще еще есть, ребята? Так, в портале ничего не могу сделать, да? А, все, ребята, я понял, для чего нам нужны карточки. Так, попробуем. За десять тысяч кого-нибудь призвать. И сундук? У меня вызвался сундук? Я думал, что вы мне будете героев давать. А, все, ребят, понял. Видимо, у нас герои выпадают из сундуков. Так, вот что это такое? Что это за яйцо там выпало, блин? Давайте еще разочек. Пока деньги есть. Ну? Так, так, так. Да кто это такие? Кто это вообще такие призываются там у меня? Не могу понять какие-то... Букашки. Короче, нам нужны с вами кристаллы, ребята. И нужны вот эти билетики. И чем больше, тем круче. Тогда мы сможем с вами действительно вызывать каких-то персонажей. Теперь все вроде бы понятно стало. Так. Можем мы повысить обилки? Да, ребята, мы можем повысить обилки. Денег-то у меня, ну, маловато, маловато, конечно. Всего 11 тысяч. Я сейчас только что протратился. Ну-ка, вот есть, например, здесь сколько? 500. Есть смысл повысить. Ага, на максимум сделал. 295. Я так понимаю, это урон или нет? Опа, ревард получили. Мы с вами, видимо, какие-то пробирки. Они нам пригодятся, естественно. Для подхила, для реза, в общем, для всего. Что это? Смотрите-ка. А, это ребята, видимо, играет. И кто-то что-то открывает. Нам пишется в общий чат. Кого-то, какого-то героя, чувак, призвал. Так, ну что, катакомбы у нас, ребята, вот следующие идут, да? Так. Давай-ка Ферал Альянс. А почему бы и нет? Давайте попробуем расколбасить. Ферал Альянс. Так. Интересно, а у нас здесь максимум может быть только два героя? Или мы можем себе потом и третьего все-таки взять? Тоже такой вопрос интересный. О, опять этот няшный грибочек. Хе-хе. Так. Получили с вами билетики. Опа. Ой, волчара-олошок. Ты смотри, грибок, а тут выкрутасничает. На, иди отсюда. Только шляпка одна осталась. Победа. Естественно, победа. Так, а здесь у нас кто? Два волка третьего уровня. Ну, это для нас, ребята, семечки. Видите? Пока все отлично идет. Хе-хе. Нет, ну, несмотря на то, что графика такая, знаете, как старенькая, игра довольно мило смотрится. Я ничего сказать плохого про нее не могу, абсолютно. Так, что у нас тут за босс? Давай, какой-нибудь орк? Точно, ребята? Наверное, гоблин это, скорее всего. Так, погоди-ка. И он призвал себе еще волка в помощь. Ага. Ну-ка, давайте-ка вот так начнем. Для разогрева. Слушайте, ну, если орк такой ватный, то, скорее всего, волчара будет сильный. Мне так кажется. Ну, дай волку-то. Хотя вряд ли. Оба никаких-то ватных. Тут, кстати, можно, я смотрю, и автобой делать. Но, видимо, только на тех уровнях, которые ты прошел. А также, скорее всего, изменять скорость боя. Это мы тоже можем с вами посмотреть уже в дальнейшем. Ну, это при том условии, ребята, что если вам эта игра зашла, и вы хотите... Ох ты, это что такое? Ё-моё, что-то новенькое. Какой-то новенький у нас герой. Ну, опять же... Опять же, у нас не хватит на него. Да, только одна карточка выпала из десяти. То есть, нам надо на него копить и копить. Но хотелось бы, конечно, посмотреть, что это за персонажик такой. Вообще, интересно, здесь этих персонажей очень много, а, ребят? Как вы думаете? Я так лично думаю, что очень много. Нет, донатить мы ничего не будем. Так, ну вот, у нас герой. Давайте мы с вами глянем. Да ладно вам! Ну, ничего себе тут! Я-то думал, там персонажей 10-15. Ага. Фиг там! Тут их дофигища просто-напросто. Ну что же, игра будет довольно долгая. Наверное, интересная. Так, давай-ка мы, наверное, я не знаю. Хотелось бы... Смотрите-ка. А, вот! Чтобы повысить героя, нам нужны вот эти вот... Какие-то, не знаю, яйца, что ли? Видите, у меня всего хватает, кроме вот этих двух желтых яиц. И тогда я, по всей видимости, открою ей новый скилл. Хм, вот оно как. Чем дальше мы идем, тем лучше я понимаю эту игру. Так, ну что у нас? В принципе, как бы крафт. Ребята, у нас откроется крафт с восьмого уровня. Хм, также у нас здесь ивенты будут. То есть, игра довольно такая обширная и захватывает очень много чего. Так, я могу, интересно, здесь сделать свой профиль? На всякий случай. Так, тут у нас язык. Я так понимаю, русского здесь не будет, да? Так, английский, испанский, французский, немецкий и итальянский. Итальянский, нету. Жаль, а хотелось бы. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте мы с вами завершим эту игру. Обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Если вам она понравилась, то пишите мне в комментариях, ставьте лайк. И тогда мы дальше продолжим в нее играть. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова